Салават чемпион! Салават чемпион! Салават чемпион! Салават чемпион! Вот с таким радостным настроением спешили уфимские болельщики на первую игру юлайфцев в девятом чемпионате континентальной хоккейной лиги. Но у Фаорене помимо самого матча зрители ждало немало приятных сюрпризов. В этот день можно было насладиться не только жарким хоккейным зрелищем, но и получить море положительных эмоций от околохоккейных событий, организованных нашим клубом. Уже полюбившиеся болельщикам развлечения были искусно дополнены небольшими, но крайне важными штрихами. А вот уже новоявленный олимпийский чемпион уфимский рэперист Тимур Сафин проводит стартовое вбрасывание и вводит в эйфорию хорошо разогретую уфимскую публику. Старт девятому чемпионату КХЛ дан теперь и на Уфа-арене. Мне очень приятно, что меня сюда позвали на игру Салавата Юлаева на открытие, первый матч. Очень горд за такое событие, за такой момент, что сбрасывают шайбу. Ликование и радость болельщиков от начала сезона было не остановить. После стартового вбрасывания переполненные трибуны погнали юлаевцев вперед. И тем ничего не оставалось, как завладеть инициативой на всех участках площадки. Не сказать, что преимущество Салавата было тотальным, но наши ребята контролировали игру и закономерно ушли на перерыв, ведя в счете. Шайба удачно отскочила с пятака прямо к Александру Логинову, а наш защитник могучим броском под перекладину открыл счет юлаевским голам в новом сезоне. Второй период у финцы словно на автомате продолжили играть первым номером, обрушивая одну за другой размашистые атаки на ворота Якуба Коваржа. Многоопытный чех дрогнул лишь раз, но в этой ситуации его винить сложно. Сами Лепестов выдал своевременную передачу при позиционной атаке, а Степан Хрипунов броском в одно касание оформил свою первую шайбу в новом сезоне. Наш молодой игрок радовался так, будто победа уже у нас в кармане. Видимо, аналогичного мнения придерживались и другие юлаевцы, потому как после гола Хрипунова в игре у финцев наступил явный спад. Благо, что хозяева по ходу этого отрезка пропустили лишь раз и на перерыв уходили вновь, ведя в счете. Повели просто, может быть, чуть-чуть почувствовали уверенность, ненужный гол пропустили и опять интрига вернулась. Горячие ледовые баталии двух стартовых периодов подверглись бы обсуждению болельщиками и во втором перерыве, но тут зрителей поджидал еще один приятный сюрприз. В фойе на втором уровне Уфа-арены был организован танцевальный батл маскотов и групп поддержки Салавата Юлаева и Северстали. Если на хоккейной площадке преимущество нашей команды не вызывало сомнений, то на помостике пели нешуточные страсти, хотя все это проходило в дружественной атмосфере. Заключительный игровой отрезок хозяева льда вновь начали увереннее соперника и вскоре трансформировали свое игровое преимущество в заброшенную шайбу. У юлаевцев наконец-то сработала одна из спецбригад большинства, а поздравление партнеров принимал Константин Корнеев. Поведя в две шайбы, финцы вновь сбавили обороты, чем не применул воспользоваться соперник, быстро сократив отставание в счете. В дальнейшем по ходу периода обе команды могли забить еще. Особенно были близки к успеху подопечные Игоря Захаркина, которые в концовке на протяжении двух минут играли в пятером против троих череповчан. Но реализация у наших хромала, что и отметил после игры главный тренер юлаевцев. Мы создавали моменты, не использовали их. Самым ярким примером это игра 5 в 3, когда у нас совершенно не получилось завершения. Но я еще раз повторюсь и скажу, что это объясняется тем, что первый матч в сезоне и тем, что очень здорово играл соперник. Очень важно, что сегодня выиграли. Это, наверное, главное достижение сегодняшнего вечера. Именно таким насыщенным и увлекательным получился стартовый матч юлаевцев в новом сезоне. Полновесные три очка в копилку положены, а болельщики получили долгожданную порцию положительных хоккейных эмоций. Теперь наша команда отправляется на сложнейший выезд, в рамках которого сыграет с двумя армейскими коллективами «Югрой» и «Автомобилистом». Ближайшую уже домашнюю игру финцы проведут лишь 6 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова